18 немаулят народились в Гомельской области в первые сутки 2019 года. Большинство – хлопчики, их появилось на свет 13, девочек – 5. Наш корреспондент Марина Джалая побывала в областном клиническом родильном доме и погодила с женщинами, которые стали мамами в новогоднюю ночь. Бодай каждый из нас верить указку, которую принесет новогодняя ночь. Но самый, наверное, невероятный суд, который может случиться после боя курантов – это народжение. Детяты, сегодня у нас есть уникальная мощность познаемиться с немаулятами, которые появились на свет в первые годы после наступления нового 2019 года. Ганна – мать первого детятя, которая увидела свет в этом родильном доме в новогоднюю ночь. Хлопчик народился просто 50 минут после наступления нового года. Детя – первое в семье Марковых. Мать говорит, что самое складанное, когда сын плачет, распознать причину этого. Те то нечто болит, те то голодный. Матулина сердце тропятливо отгукается на кожную с хлеб маленького. Молодая мама навод не уявляла, что будет такой счастливой. А вот эти слезы радости – первые, не стремалась подчас интервью. Дальше хлопчик уже мая пригожая и вельми редкое зараз имя. Мы придумали, что нашего ребенка будут зовут Петр. И как раз получилось, что у нас дедушка Петр. И совпало так, что вот такой прекрасный новогодний подарок мы сделали своему дедушке. В суседней палате еще двое немаулят, которые свой день народжения будут святковать в первом студии. У Ирины Галафеевой это пятое дитя. Дома маму чекают трое сынов и дочка. А Ирина Корняйчук в первый день нового года стала мать в третий раз. Причем старейшим детям уже 18 и 11 годов. Ирина говорит, что они вельми чекали народжения братика. И сейчас обещают всем допомогать. Причем сынок Ирины Корняйчук не только на новогоднее свято народился, но и сделал подарок матери до юбилея. Ирине – 40. До речи, народжать в возрасте от 30 до 40 у нашей области стали на шмат частей. Стали рожать больше детей в возрасте от 30 до 42 лет. Это первородящие женщины, у которых уже состоялась карьера. И, конечно, контингент более сложный. Больше и заболеваний, женщины более требовательные, они более готовятся тщательно к родам. И, конечно, больше страхов у них, больше каких-то волнений. Ну, это приятно, что люди подходят ответственно к своему рождению своих детей. У нас увеличилось количество партнерских родов. Усягу, первые сутки Нового года в областном родильном доме народилось шесть детей. Пять хлопчиков и одна девчинка. Это больше, чем год тому. Все роды, к счастью, прошли очень легко, хорошо. Естественно, только было одно кесарево сечение. Все детки, все мамы чувствуют себя прекрасно. Никаких особенностей не было. За 2018 год тут появилось на свет свыше двух тысяч детей. Самым богатым на двойне, например, был Снежень. За этот месяц появились на свет четыре пары близнят. А самой старшей мать, яка народила свое первое дитя, было 46 годов. Догочаканная шася пришла тогда, когда женщина завыклася с думкой, что никогда не сможет родить. И взяла на выхование покинутых малышов с детского дома. После некоторых годин, проведенных в родильном доме, наша сдымочная бригада уповнила сиящий раз. Сюда они существуют. Только треба у них мощно верить. Марина Джалая, Василь Осипцов, Телерадо и компания «Гомель».